Приветствую вас, аноним. Как это не парадоксально прозвучит, но нужно перестать получать своего рода извращенное удовольствие от этого, от того, что вы испытываете. Во-первых, вы противоречите сами себе в тексте, говоря о том, что ставить себе диагнозы опасно, но при этом вы не говорите, что у вас болезнь. Вы не психотерапевт, вы не врач, вы не клинический психолог, вы не психиатр, чтобы ставить себе диагнозы. Более того, никто на сайте из специалистов не будет ставить вам диагноз, потому что никто не ставит психический, психиатрический диагноз заочно. Второй момент. Третий момент. Исходя из перечисленных двух выше аспектов, нельзя сказать, что у вас болезнь. Я бы сказал, что то, что вы испытываете глобально, это стыд. То есть вы от стыд и не уверены в себе. И, да, страх осуждения, конечно же. Вот вы говорите, что я боюсь, что меня будут, что меня отсудят, я боюсь, что будут говорить что-то за спиной и так далее. Я вас понимаю. Но чем? Чем для вас это страшно? Почему вы этого боитесь? Почему вы этого опасаетесь? Почему для вас это так ужасно? Потому что вы не доверяете себе. Как это не печально, как это не парадоксально, но вы не доверяете сами себе. Вы не доверяете своим чувствам, вы не доверяете своим эмоциям, вы не доверяете своим желаниям, вы не доверяете своей позиции, вы не доверяете своему мнению в конце концов. И вопрос загружается только в том, почему так, почему вы не доверяете себе, почему вы обесцениваете себя, с чем это связано. Вот этот момент, эту историю нужно поисследовать. Исследовав ее и оформив, структурировав вашу систему ценностей, вашу точку зрения, вашу позицию, увидев и проработав источники, причины обесценивания себя, которые сейчас есть у вас, мы сможем вам в таком случае оказать ту самую помощь, которую вы так нуждаетесь сейчас, на данный момент. Побаривать ничего не нужно, на самом деле. Это не болезнь, по крайней мере до тех пор, пока не будет вам поставлен диагноз. То, что вы чувствуете, это своего рода сигнал, сигнал вашего подсознания о том, что вы себя обесцениваете. по факту. Понимаете, какая штука. И вот очень важно вам для себя этот момент определить, увидеть его. Ваши страхи, связанные с этим, тут другой момент, что вы описываете просто следствие, вот, ну, тех вещей, да, которые, ну, которые вы ощущаете. Вы описываете следствие в тех моментах, но вы очень мельком, или мельком, мельком, наверное, вы очень мельком озвучиваете, ну, образно говоря, озвучиваете, да, причину, которая вся эта ситуация с вами происходит. Когда, например, это началось, когда это произошло, что вам это дает, потому что у этого есть какая-то выгода. Если, к примеру, допустим, если вы не уверены в себе, то вам, в принципе, не хватает внимания. Если вам не хватает внимания, к примеру, то вы пытаетесь его получить. В том числе, способом, в который не является, ну, скажем так, ну, самым позитивным, да, то есть вы пытаетесь получить внимание вот такими действиями. Через обращение, например, к специалистам. Я вас не обвиняю. Вы не подумайте. Просто я хочу сказать вам о том, что есть причина, по которой вы себя ведете. Так, есть причина, по которой вы выбрали, вот, ну, условно говоря, вот ту позицию, которую выбрали, да. Есть причина у этого. И, на мой взгляд, очень правильно было бы их разобрать. Потому что не выйдете вы из этого состояния и не станете независимой до тех пор, пока независимость вам на эмоциональном уровне не будет казаться чем-то хорошим. Чем-то таким, чего действительно можно и нужно хотеть. А у меня вот, знаете, есть такое впечатление, что, ну, не очень сильно вы этого хотите. Ну, не очень сильно вам это нужно. Ну, не очень сильно вы нуждаетесь вот в этой самой независимости. Да и как, в общем-то, можно быть независимым, если вы боитесь о том, что о вас подумают другие люди. Если вы испытываетесь стыд. Кстати, стыд – это непринятие себя. С этим тоже нужно работать. В том числе через, к примеру, личностный рост. Допустим, как вам вот в этих направлениях нужно работать. В том числе тоже. Вот. Это такой момент, да. А вот с точки зрения психотерапии. Такой профессиональной психотерапии. Вот. Именно психотерапии. Если мы говорим о клиент-центрированном, например, подходе к лечению. Такая вот история. И да, это определённая работа. То есть никаких готовых решений для избавления лично вас от вашей проблемы нет и быть не может. Никаких решений. Готовых решений. Никаких. Вот. Но это не означает совершенно, что их нет. Наоборот, есть решения, которые подойдут лично вам и только вам, что я считаю весьма оптимистичным взглядом. Если честно, на ваши, ну, перспективы. Вот. Лучше, что вы можете сделать, если вы действительно вызываете у себя болезнь или если это принимает очень острые формы, то вы можете обратиться к врачу. Он проведёт диагноз, точнее, проведёт диагностику, сделает диагноз вам, сразу же вам будут назначены препараты. Вот. И так всё та же, всё та же, всё та же психотерапия, без которой всё равно не получится. То есть препараты просто облегчит вот ваше состояние, но не решат проблем. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Когда вы все10. Я желаю вам все-таки необходимое видео.